Добрый день, Иманул Елизаров. Так рад снова вас видеть. И сегодня я хотел бы поделиться с вами интересным фактом про героиню Хануки, еврейская героиня. Это ее звали Егудит. Как мы знаем, мы в преддверии Хануки. И один из законов, который сделали греки, это Древняя Греция, что нельзя евреям, как уже говорил, поставить двери. Но один из тоже законов было, когда девушка выходит замуж, она должна быть с главой, скажем, у нас сегодня называется либо мэр города, либо губернатор. То есть должна быть с главой, первую ночь провести, то есть день свадьбы. Вы можете представить, какая-то страшная против еврейская идея, вообще против человеческой идея. И Егудит, она была дочью Коэнга Доли, ей было 18 лет, это был день ее свадьбы. И она сказала, да, я сейчас хочу пойти к главе, вот этой самой Антиокосу, я хочу пойти к нему, я хочу провести с ним первую ночь. И она взяла сыр, взяла очень такое крепкое вино и решила пойти к нему. И тогда, когда ее пустили, чтобы она прошла, она держала это в своей корзиночке. И когда она заходила в Антиокосу, тогда люди удивились, как эта дочка Коэна, как она может пойти к нему. Но они не знали, что под своей юбкой она спрятала огромный меч для того, чтобы убить Антиокоса. Кстати, это один из benefits, не ходить в мини-юбках, ты можешь там что угодно спрятать. It's a joke. Anyway, и тогда, когда она заходит в Антиокосу, она дает ему сыр, наливает ему вино и говорит ему за родину, за Сталина и так далее, тому подобные тосты. Он пьет и кушает сыр. Ну, видимо, это делает себя таким пьяным, что он прямо там заснул. Когда он заснул у нее там, она вынесла этот самый меч из своей юбки и отрезала ему голову. Я не знаю, как это можно представить, 18-летняя девушка, молодая, отрезает голову генералу. То есть это не генерал, это голова. То есть это не шутка. И она это делает, еврейская девушка. Она ставит его голову, ставит ее в корзину и выносит еврейский стэн. И она показывает им габарит евреи. И сейчас время наступать. Мы сейчас можем их победить. И таким образом мы победили этих самых наших врагов. На этом случае это были греки, древние греки. И дай бог, чтобы Всевышний давал нам силы для того, чтобы побеждать наших врагов. Anyway. Один из законов хотел бы сегодня вам сказать, что нужно зажигать ханукальные свечи примерно минут 20 после захода солнца. В начале ночи написано. И, конечно же, сейчас ночью она раньше происходит. То есть ночью раньше. И в основном мужчины они не дома. Кстати, женщина может зажечь ханукальные свечи для семьи и для мужа. Даже если муж не дома. И, конечно же, я encourage мужья, будьте дома для своих детей, будьте дома для своих жен. Но это не всегда возможно, я понимаю. И поэтому женщина может зажечь ханукальные свечи. Вы можете спросить, с каких это пор женщина, она делает законы, которые со временем связаны. Ведь ханукальные свечи связаны со временем. И ответ простой. Ах, хэм, аюба, отонес. Потому что они сами были частью этого чуда. И один из фрагментов этой истории я вам только что рассказал. Иудит. Это была дочь Коэн Гадоли. Она взяла и она отрезала голову Антиофасу. И таким образом еврейский народ, он восстал против них. Победили. Где у нас было, конечно же, очень много потерь. Тяжелая борьба, тяжелая война. Но Всевышний был с нами. И мы победили. Мы живы. Древних греков больше нет. Огромное спасибо. Всем доброго дня. И ханукасамеях.